Извини, трясутся руки, милый дедушка Мороз. Это пишет Ваня Жуков. У меня к тебе вопрос. Может ты найдешь минутку и сумеешь все решить? Потому что очень жутко, очень жутко стало жить в нашей маленькой квартире пару месяцев назад точно так же, как и в мире, начался кромешный ад. В общем, это поэтапно. Кто бы что ни говорил, началось с того, что папа в туалете покурил. Он и раньше с сигаретой часто бегал в туалет, но лет пять последних где-то был на Курева запрет. Обнаружив преступление, мама носом повела и в отместку за курение папе санкции ввела. Изгнала его из спальни в зал на маленький диван и эффект предвидя дальний, починить велела кран. Папа с мужеством примерным, очень стойко, как мужик, ввел на маму контрмеры, стал курить, где он привык. То есть там же в туалете зло открыто не таясь, несмотря на все запреты и ни капли не боясь. Мама, видя эти меры, не желая уступить, подключила тетю Веру, чтобы на папу надавить. Тетя Вера прискакала, словно канцлер из ЕС и отца к стене прижала, демонстрируя свой вес. Пригрозила бабу НАТО в нашей кухне разместить. Папа тут же кликнул брата. Мол, не хочешь погостить, приезжай, устроим пьянку. Мол, не виделись давно, поиграем вместе в танки или в карты все равно, ну а дальше брат за брата. И в 13.50 к нам явилась баба НАТО, а за ней отцовский брат разместили кучу хлама. Все надулись и сидят, и уже не рада мама, и отец уже не рад. В холодильнике не густо, потому что вместо щей мораторий на капусту и на прочих овощей. Нет редиски и салата, засорился унитаз, папа запретил зарплату, мама запретила газ. Телевизор под запретом, на компьютере замок и на все одни ответы. Ничего, терпи, сынок. В нашей кухне баба НАТО разместилась не пройти. В зале курят папа с братом. Страшно, господи, прости, очень страшно жить на свете. Милый дедушка Мороз, ты ведь помогаешь детям, помоги решить вопрос. На тебя одна надежда, сил терпеть их больше нет. Пусть все будет, как и прежде. Ваня Жуков, 8 лет.